ТРАССА СТО ОДИН Приветствую! В эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Государственная Дума собирается дать четкое определение слову «газон» для того, чтобы ввести на федеральном уровне штраф за парковку на нем. Его размер предположительно не превысит 5000 рублей. Сейчас за стоянку на озелененной территории водителей наказывают во многих городах, в том числе нашим. Однако есть случаи отмены взыскания через Верховный суд, который мотивирует свое решение как раз тем, что в федеральном законодательстве такой нормы не существует. ТРАССА СТО ОДИН Если в машине находится ребенок, на заднем стекле должна иметься соответствующая наклейка, а за ее отсутствие надо штрафовать. Такое предложение прозвучало в Мосгордуме. Автор инициативы считает, что данное нововведение заставит водителей внимательнее относиться к транспортным средствам, в которых едут несовершеннолетние. Добавлю, что в ближайшее время правила перевозки детей могут измениться. Для этого разрешат использовать только автокресла. ТРАССА СТО ОДИН Власти страны поставили под сомнение целесообразность временного лишения водительских прав за неуплату транспортного налога. Это сейчас обсуждается в Нижней Палате Парламента. По мнению чиновников, отыскать всех должников по дорожному сбору и создать соответствующий реестр будет непросто. Придется нанимать новых сотрудников, что приведет к дополнительным бюджетным расходам. ТРАССА СТО ОДИН Правительство направило в Госдуму законопроект, который предусматривает большие штрафы за продажу некачественного бензина. При первом нарушении юрлицо обязано будет заплатить государству от 100 до 300 тысяч рублей, при повторном 2 миллиона. Кроме того, предусматривается временное закрытие АЗС и конфискация имущества. Появилась более подробная информация о Kia Rio четвертого поколения, продажи которой стартуют в России в августе. Во-первых, машина стала немного больше, без изменения дорожного просвета – 16 сантиметров. Просторней будет и в салоне, особенно задним пассажирам. Двигатели бензиновые, объемом 1,4 мощностью 100 лошадей и объемом 1,6 – 123 лошадиные силы. Rio получит несколько новых опций. Например, это система бесключевого доступа, дистанционное открытие багажника, мультимедиа с сенсорным экраном, кожаный салон в топовой комплектации. Стоимость авто будет озвучена позже. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101